Вау! Это такой кайф! Так, по-дружески. И сегодня будет еще встреча военного кабинета Израиля насчет ответного удара Ирана. Так что весело. С Ираном вообще все очень загадочно. Так до конца и непонятно, есть ли у них ядерное оружие. На прошлой неделе было зарегистрировано неожиданно совершенно землетрясение на Ближнем Востоке. И есть предположение, что вызвано оно было испытаниями атомной бомбы. То, что Иран таки провел эти испытания, и вот это вызвало землетрясение, которое ничем другим ученые пока что объяснить не могут. Дело в том, что ну вроде как бы какая разница, все страны ведут, ну не все страны, но это то, что называется ядерный клуб тех стран, которые развивают у себя и ядерная технология, и испытания проводятся уже в 40-е годы в Америке, потом уже в СССР, потом в Британии, Франции и так далее, там Пакистан, Индия. Ну нельзя так же говорить, но все знают, что в нашей родине Израиле тоже есть свои испытания и все это. Какая разница? Но дело в том, что Иран ставит себе цель с момента революции, да, когда свергнули шаха в конце 70-х и началась там Исламская республика, у них цель это освобождение Алакса, то есть для всех мусульман. Получается, если у них будет ядерное оружие, хоть они говорят, что это, как все страны говорят, для предотвращения, вот я не знаю, смены режима, или то есть для того, чтобы их не завоевали, но это не звучит очень логично, потому что у них же есть какая-то прямая связь. Также в Израиле Метанья уже, ну фактически с 80-х годов, даже когда он не был в политике, он говорит о том, что главная угроза Израилю вообще всезапад, это Иран. Поэтому тревожно. Вот что особо интересно, что в этот ядерный клуб входят страны совершенно разные, и мусульманские, и христианские, и демократические, и недемократические, как Северная Корея, например, и страны, которые в НАТО, и страны, которые не в НАТО, и вот объединены они, ну чем? Вот может быть желанием борьбы с мировым злом, с терроризмом там, или с фашизмом, нацизмом, не знаю. Вот вызывает это очень большие сомнения такая теория. Достаточно вспомнить, как вообще, с чего начинались разработки ядерного оружия. Ну, все началось, в принципе, уже, наверное, в 20-е годы, когда появилась вот новая физика, когда развивали идеи Альберта Эйнштейна, когда появилась еще идея о квантуме. Но все это осталось на уровне теории. Теория, что можно делить атомы, как бы вот что из этого, какие цепные реакции будут от этого. Это все было как-то вот в области мысли, философии, физика и так далее, теории. Но для того, чтобы привести это в практику, тебе нужна не просто научная лаборатория, а огромные деньги. Ну да, проект «Манхэттен», так называлось это дело. Возглавлял его тот самый Оппенхаймер, про которого недавно фильм вышел. Фильм, кстати, так себе, но актер главную роль играет замечательно, конечно. Тот, который играет Оппенхаймера, и жена его тоже очень мне понравилась. Ну, эти ученые, в принципе, прекрасно знали, что они, для чего их нанимали. Их цель была, конечно, создать бомбы. Но, как я уже сказал, их цель была именно борьбы с фашизмом. Многие из них симпатизировали СССР. Сама жена Оппенхаймера была вообще в Компартии. Его любовница тоже была в Компартии Америка. Да, вот, и это то, что они поняли. Но дело в том, что их взяли как ученые. А как только они создали вот это уже оружие, вот это страшное оружие, которое даже они не были уверены, не сделает эта цепная реакция, которая разрушит весь мир. Это риск, который они на себя тогда взяли. Но Германия уже была побеждена. Да, конечно, все так. И атомную бомбу американцы создавали для того, чтобы ее не создали первыми нацисты, с которыми тогда воевал весь мир. Но, когда американцы создали и уже испытывали атомную бомбу, нацизм был уже побежден, гитлеровская Германия. И когда они сбрасывали бомбу на Хирошиму и Нагасаки, на Японию, уже угрозы никакой от фашистов миру не было. Так что вот эта довольно утопическая, наивная идея, что вот будут такие хорошие, добрые люди, которые победили фашизм, и они все вместе будут делить свой опытом и будут бороться как бы с постфашистами фашизм, это не сбилось. То, что было изначально, это что из-за секретности проекта каждый из отдельных сверхдержавок, которые существовали после Великой Отечественной войны, стали отдельно развивать свои запасы и развивать свои технологии. Более того, кроме СССР и Америки, еще подключились другие страны, как Британия, Франция, потом еще и Индия, потом еще и известная страна на Ближнем Востоке, еще и до недавнего времени у Северной Кореи ничего не было, сейчас в Северной Корее тоже есть ядерное оружие, Китай тоже имеет огромное количество, и это означает, что вот эта утопическая идея так и не получилась. Гонка ядерного вооружения не спасла мир от терроризма, который, как говорится, при помощи древних орудий, ножа и топора, ну или иногда очень простых, примитивных, совершенно взрывчатых устройств, достаточно много, многого добился уже в мире и до сих пор представляет довольно серьезную угрозу. Также региональные войны, вот как они были, так они есть и идут, уже после изобретения, испытания атомной бомбы, была война во Вьетнаме, потом был Афганистан, и сейчас происходят войны, как мы знаем, по всему миру. То есть изобретение этого оружия не остановило войны. Наоборот, можно даже сказать, что в погоне за все большим приобретением ядерного запаса странам же нужно все больше и больше денег, а торговля оружием – это как раз-таки главный, собственно говоря, способ эти деньги заработать. Проблема в том, что есть один момент, который не учли ни те ученые, которые изобрели эту бомбу, и ни те страны, которые развивают вот эту технологию. Это что есть то, что называется неожиданности, иногда даже просто законы хаоса, или для верующего человека это уже действие бесов. То есть люди начинают уже трогать какие-то области, добираются до них, а дальше уже то, что происходит, уже никто это не может контролировать. Например, иррациональных лидеров. Ну, бывает же иногда, ну, лидер-псих, ну, ему захотелось, как бы, я не знаю, он в депрессии. А вместо того, чтобы покончить с собой, застрелиться, как Гитлер в бункере, он как бы нажмет на красную кнопку. Но это вот нам, это поведение кажется иррациональным. На самом же деле и Опенхаймер, который отец атомной бомбы, и Парсонс, который изобрёл ракеты, вот все учёные практически, которые связаны с такими вот страшными изобретениями, они все занимались оккультизмом и магией. Это известный совершенно факт. Например, Опенхаймер серьёзно достаточно относился к индуистским практикам, читал Бахагавад-Гиту, и вот эти вот идеи о боге-разрушителе, идеи овладеть некой энергией, которая даст тебе безграничную власть, подобную власти бога, да, только с другим знаком, с минусом, а не с плюсом, да, вот эти идеи, они воспринимали вполне-вполне серьёзно. Поэтому, наверное, из-за этих иррациональных или странных, скажем так, фигур появилась вот очень важная, особенно популярная культура в Америке, вот образ сумасшедшего учёного. Правда, не только в комиксах американских, вот это, который изобретает там спайдерменов и всё этого, а даже в советской литературе у Михаила Булгакова тоже есть вот там образ Шурика. Ну, давайте подумаем действительно, ну откуда вот этот образ, почему гений в чём-то действительно гений. Я не говорю, Альберт Эйнштейн гений, я не спорю, Нильс Борр гений, я с этим не спорю. Но, с другой стороны, когда речь идёт о каких-то азы, азы, которые, не знаю, любой там сельский батюшка как бы знает, эти азы, они не владеют. Когда Альберт Эйнштейн начинает говорить о чём-то таком философском или духовном, я, как человек, который разбирается и в философии, и в религиоведении, могу сказать, это звучит безумно, примитивно, да лучше бы, если бы молчал. То же самое про таких гениев, как Нильс Борр, и то же самое про все остальные учёные, почти все, которые вот в одну область достигают невероятной вершины. Но во многом, особенно то, что касается их моральной, духовной, как бы, самосознания, их сознание просто настолько мелкое, что, ну, для обычного человека не страшно, если его сознание такое мелкое, но человек, который уже достигает вот такие вершины, это уже опасно. Глубокие знания дают человеку потрясающую совершенно силу в руках. И интересно, что почему-то некоторых это приводит, наоборот, к вере, к поклонению Богу, к признанию того, что есть кто-то, от кого эта сила и знание исходит. А вот других, наоборот, к богоборчеству и откровенному кощунству. Не знаю, слышали ли вы, как называлось первое испытание атомной бомбы, которую проводил проект «Манхэттен» с Оппенхаймером во главе, и название это дал сам Оппенхаймер. Называлось оно «Троица». То есть вот это желание поспорить с Богом, встать с Ним на равную, показать, что человек не слабее Бога. А также в какой день была сброшена бомба на Хиросиму и Нагасаки? Знаете, да, в день преображения Господня. Да дело не только в том, что являются эти ученые сознательными какими-то богоборцами или сатанистами. Нет, есть ученые, которые могут быть очень набожны даже христиане или мусульмане, или индусы, или евреи, это не важно, но почти никогда эти ученые не посвящают столько же время для духовной работы над собой, столько же, как они, например, посвящают математике, алгебре и так далее. А дело в том, что духовной практикой надо ими заниматься не меньше. У любого человека, даже у самого атеиста, есть иногда ощущение красоты или ощущение, я не знаю, ой, боже мой, да, вот, когда человек видит что-то невероятное, я не знаю, когда человек влюбляется, когда человек видит красивый вид, когда человек переживает что-то, которое его действительно потрясает. И дело в том, что, конечно, и у ученых есть свое какое-то ощущение, восхищение, да, и часто использует даже вполне религиозный язык. И действительно, вот это религиозное чувство, это на самом деле вложено у любого человека. Даже у человека, который, скажем так, не практикующий религиозные, там, нет у него религиозной практики ежедневной. Вот, например, те ученые, которые участвовали и были свидетелем первого вот этого ядерного взрыва в Тринити, они описывают это вполне как некое откровение. Отверзающиеся небеса, свет, который ярче, чем солнце, ярче, чем день, потрясающая красота, торжественность, ощущение, что вот они увидели там, я не знаю, глаз Божий, который смотрит на них. Это вполне религиозное ощущение, только это искаженное, я бы сказал, религиозности, потому что от этого взрыва ничего не создавалось, наоборот, только разрушалось. Ну, на самом деле, американские ученые все выросли на Библии, даже не будучи практикующими верующими людьми. Конечно же, библейские образы были им очень знакомы и понятны. И восторг перед вот этой безудержной, невиданной человеком доселе энергией, которая представляла из себя атомный взрыв, этот восторг тоже можно понять на самом деле. Непонятно другое, как те страны, которые позиционируют себя как православные страны, могут заниматься не только разработкой ядерного оружия, оружием массового поражения, но и занимать по ним лидирующее место в мире. Россия позиционирует себя как христианское православное государство. У России 5760 с чем-то ядерных боеголовок, больше, чем в любом другом государстве мира. Взрыв одной ядерной боеголовки, самой маленькой, приносит разрушение, как все бомбы, сброшенные из немецкой и со всех других сторон в период Второй мировой войны. Мало того, что Россия тратит огромные деньги на разработку ядерного оружия, она еще и утверждает, что это благословение Божие. По молитвам Серафима Саровского в Арзамасе был создан атомный завод, ну и так далее. Ну, так возможно, Россия просто хочет, так сказать, напугать немножко своих врагов, и это все на самом деле никогда в жизни не будет использовано. Это просто делается как для устрашения. Ну, давайте порассуждаем. Вот, например, представьте себе, что вы живете в городе с очень плохой криминальной обстановкой, ходите по ночам по темным улицам с работы домой, и вот, чтобы на вас не напали особо, вы приобретаете пистолет. И всегда этот пистолет носите с собой. Вот на вас нападает человек с ножом. Вы вынимаете пистолет, вы христианин, вы не намерены из него стрелять, вы угрожаете пистолетом. Ну, если человек не очень ловкий бросатель ножа, и действительно по правде вас особо убивать-то не собирался, то он, конечно, бросит нож, потому что скорость пули намного выше, чем скорость летящего в воздухе ножа. А вот представьте себе, что на вас напал человек тоже с пистолетом, и при том он ваш враг, и он серьезно намеревается вас убить. Но вот здесь, конечно, будет решать, кто из вас быстрее стреляет. Правда, не применить пистолет ничего вам здесь не даст. Человек не испугается. У него такое же точно оружие, и вот кто из вас первый выстрелит, тот, собственно, и победит. Но, может быть, другая ситуация. Мы воспользуемся, это, правда, уже не христианская позиция, но, допустим, мы воспользуемся своим ядерным оружием только если они будут стрелять в нас первыми. Ну, это очень сомнительный вариант, потому что если кто-то в кого-то будет стрелять первым, то, возможно, ответный удар уже принести и не удастся, потому что это оружие массового поражения, и гибель, и мирных людей, и женщины, и стариков, ну, просто гибель населения, и разрушение городов настолько массивная, что это любую страну, любое государство просто приведет в полный хаос. Соответственно, владеть таким страшным оружием, как атомная бомба, не допуская, что в какой-то момент тебе придется его использовать, это маловероятная теория. То есть она не выдерживает простого логического даже рассуждения. Ну да, это примерно как у Чехова, который говорит, что если показываешь в первом акте пистолет, значит, он к последнему акту должен выстрелить. То есть это такой простой закон драмы. Так что если у нас с середины 20 века уже существуют ядерные бомбы, ну, естественно, они не для красоты. Ну вот, и дело в том, что если после разрушения Берлинской стены, и вот после того, когда свалилась СССР, оказалось, что вот мир идет к какому-то объединению, вот уже Китай не такой враг с Америкой, Россия вообще уже не враг, Евросоюз и так далее. То есть в наши дни вся эта картина разрушена, потому что сейчас мир находится в такой опасности, которой даже во время Холодной войны такого не было. Все эти региональные войны, которые происходят в Украине, на Ближнем Востоке, это просто на самом деле, это, конечно, трагедия большая, но это пока еще не то. А вот когда уже подключится Китай, Россия против страны НАТО, тогда, Господи помилуй. Абсолютно любому верующему человеку, конечно, понятно, кто автор, какие силы открыли ученым знания об устройстве атома, о возможности его расщепления, кто помогал создавать атомные бомбы. Конечно, не молитва Серафима Саровского. И, конечно, никаким образом Господь не может благословить ни один народ в мире, ни одного человека в мире на создание подобного оружия, столь сильного, бесконтрольного, массового поражения. Да, здесь можно вспомнить даже где-то миф о Прометее, так, кстати, называли Оппенхаймера, что он Прометей, который украл божественный огонь и дал его людям, но только как бы в обратную сторону. Прометей дал людям божественный огонь в греческом мифе для того, чтобы они грелись, готовили пищу, а здесь для того, чтобы разрушили созданный Богом мир. Да не будет. Да сохранит нас всех Господь.